Иван Павленко «От рода к роду», глава 2, часть 4, «Седлецкий лагерь», читает Наталья Вызова. Когда немцы перекидывали нас из Славуты во Владимир Волынский, то очевидно считали, что это уже глубокий тыл. Геббельсовская пропаганда шумела на весь мир о неприступном восточном вале под Днепру. Но в октябре 1943 года наши войска форсировали в нескольких местах эту украинскую реку. А 5 ноября выбили фашистов из Киева и начали их громить на правобережье. Мы это знали. Снова затеплилась надежда на освобождение. Но зимой началась поспешная эвакуация. Нас повезли к вокзалу и начали загонять в холодные вагоны телятники. Понабивали так, что стало теплее и повезли дальше на запад, уже за пределы Родины. Выгрузили нас в Польшу, возле города Седлец, Люблинского воеводства. Здесь, на песчаных холмах, раскинулся лагерь с десятками бараков, изолированных друг от друга колючей проволокой. Здесь я находился с полгода, кажется, до июля 1944 года, то есть до начала белорусской военной операции. За это время я несколько раз чуть не распрощался с жизнью. Жили мы в землянках, похожих на картопле хранилища, сверху над которыми был возведен кирпичный сарай или барак. Вход к нему через дверь, потом несколько ступенек вниз, и там расположены знакомые уже двухъярусные нары. Такие землянки-бараки были сырые и холодные. В феврале температура опускалась до плюс шести градусов. Спали, прижавшись друг к другу. Так было несколько дней, а потом на улице и в бараках потеплело. Многих мучили простудные болезни. Питание слабое, та же трехсотграммовая пайка хлеба, чай и литр баланды с брюквой вместо картофеля. Через неделю или две схватил я воспаление легких. Проходила болезнь остро и больно. Кашель и боли в груди были такими, что хотелось поскорее умереть. С высокой температурой перенесли меня в лечебный барак, где было тепло и сухо. Мне снова повезло. В этом бараке врачом была женщина из военнопленных. Она ежедневно осматривала больных и оказывала им посильную помощь. Подошла и ко мне, такая молодая и приветливая. Подслушала со всех сторон и спрашивает. Откуда ты родом? Из Полтавы, отвечаю коротко, потому что нечем дышать. И я из Полтавы, говорит она. А на какой ты улице жил? На Парижской коммуне называю свою студенческую квартиру. А я по улице Шевченко. Найти в таком состоянии земляка – это своеобразное спасение. И я уже не признался, что в Полтаве жил временно. Звали мою землячку Надежда Федоровна, а фамилия забылась. Перед войной она окончила институт и попросилась на фронт. Но вскоре попала в окружение и в плен. Лечила она меня усердно. Давала мне какие-то таблетки, белые и красные. Говорила, что выпросила у немецкого врача. Подкармливала и супом, и хлебом. А также держала меня в лечебном бараке подольше нормы. А когда я совсем поправился, она постучала в мою грудь, улыбнулась и сказала – молодец, в груди гудит, как в пустой коробке. Я ее каждый день благодарил, как только мог. Если бы не она, то, может, я бы попал в пригородные рвы. Я вернулся в свой барак. А там немцы придумали для инвалидов работу. Их водили в большие склады в лагере, в которых навалом лежали разбитые авиационные и танковые моторы. А также электрооборудование из них, аккумуляторы, карбюраторы. Все это нужно было разбирать и складывать в отдельные ящики. Медь, алюминий, свинец, графит. Воздух в помещении тяжелый, перенасыщенный бензиновыми и кислотными парами. Подышишь около месяца. И готовое отравление организма. Гоняли на работу даже без ноги. А вот если руки нет, то оставайся дома. Процедура такова. Каждое утро после чая все выходят на улицу и становятся в очередь к немцу с переводчиком. Они рассматривают каждого. Есть ли без руки марш в барак. Остальные на работу. Таких безруких на 160 человек было, может быть, 5 или 6. После лечения положили меня возле молодого казаха Касимова из-под озера Иссык-Куля. Будто он был младшим лейтенантом. Вот он и говорит. Ты, Иван, худой и тонкий, как камыш возле нашего озера. Тебя блокфюрер и переводчик еще не знают. Давай тебе примотаем одну руку к телу, а пустой рукав гимнастерки опустим вниз, словно у тебя нет руки. Не будешь работать – живой будешь. Иначе после твоей болезни через месяц ты в этих газах пропадешь. Я согласился. Замаскировали мы ночью одну руку, и я с неделю выбраковывался, оставаясь дома в числе безработных. Но кто-то меня выдал. Очевидно, в бараке был подсадной стукач. У меня и так муравьи по телу бегали, когда каждое утро проходил проверку. А на этот раз какое-то было недоброе предчувствие. Встал в очередь и вижу, что переводчик еще издали окинул меня хищным взглядом и что-то сказал немцу. Тот тоже посмотрел в мою сторону, сверкнул глазами. Знают – мелькнуло в голове. Очередь продвигалась все ближе, остались впереди два человека. И вдруг немец как заорет – «Руси, швайны, райн, ферфлюх, нох маль». Что-то такое – «Ах ты, русская грязная свинья, проклятие». Я убегаю в дверь барака, а он, хватая за кобуру пистолета, за мной. Вскочил я в барак, он за мной и уже с совковой лопатой в руках, которую подхватил в коридоре. Я щукой бросился под нары, и в последний момент он таки врезал меня лопатой по спине. Залез я под нары в самый угол ни жив ни мертв, а он, ругаясь, побежал во двор. Пролежал я под нарами час, а потом едва вылез, так болела спина. Но хорошо, что не пристрелил. Никто меня больше не наказывал за симуляцию. На другой день я встал дворукив и пошел на работу. Еще раз смесь только повеяла на меня своим холодным крылом, но пролетела мимо. Наш блокфюрер был уже стар, лет пятидесяти, очевидно, из резерва. По-видимому, он еще не испытал фронтового зла. А может, у него в тот день было неплохое настроение, и он помиловал меня, обогрев только лопатой. А мог бы запросто пристрелить у всех на виду, чтобы подобное не повторялось. В связи с таким смелым поступком мой авторитет в бараке сразу повысился. Появились новые друзья, но в общении с ними я был осторожен. Однако одному из них доверился и все рассказал о себе. Он был храковчанин. Фамилия Новицкий, грамотный и душевный. Я заметил, как он то здесь, то там распространял фронтовые новости. Очевидно, он был членом подпольной организации, в которую постепенно затащил и меня. По всем признакам, он был политработником в армии, имея хорошо подвешенный язык и всесторонние знания. Однажды я сказал ему об этом и заверил, что никогда его не выдам. Мы сблизились. Он сказал, что его воинское звание – капитан. Служил он инструктором в политотделе дивизии. В 1942 году под Барвинковым попал в окружение и при выходе из него был ранен и взят в плен. Он взял мой адрес и дал мне свой, говоря, что после войны, может, придется свидетельствовать друг за друга, какие мы были в плену и чем занимались. После войны я написал письмо на его домашний адрес, но ответа не последовало. Харьков дважды разрушался и переходил из рук в руки, потому и адресаты не сохранились. Новицкий научил меня играть в очко, вернее, показывал, как отдельные мошенники мухлюют картами и обманывают новичков, и предупредил, чтобы я не играл, потому что останусь без последней пайки хлеба. Впоследствии, по его предложению и при поддержке еще нескольких человек, меня избрали раздатчиком баланды на очередной месяц. Процедура эта была такой. Из кухни приносили бак на 50 человек. Все ставили вокруг свои котелки, и один из нас, избранный на месяц, разливал баланду литровым черпаком. Надо было так разделить, чтобы каждому попала порция одинаковой густоты. За справедливое деление я имел право на дополнительный литр баланды, которую съедал вечером. Но если кто-то считал, что ему досталась порция слишком жидкая, то он мог обменяться со мной, что случалось, хотя себе я насыпал так, как всем. Позже Новицкий признал, что он не сам предложил избрать меня раздатчиком баланды, а по воле группы товарищей, которые решили, что я хороший парень, но очень худой после болезни, и меня нужно было чем-то поддержать. Случилось со мной в этом лагере еще одно опасное происшествие, которое тоже чуть не стоило мне жизни. Рядом с нашим инвалидным блоком был пересылочный рабочий блок. Разъединяла нас только проволочная изгородь, которой запрещалось приближаться, особенно в вечернее время. Однако голодные люди подбегали к ней, чтобы перекинуть на другую сторону какую-нибудь одежду, а оттуда получить таким же способом плату за нее, пайку или даже буханку хлеба. Немцы с вышки смотрели безразлично на ту торговлю, но были и такие, что стреляли и убивали. В том рабочем блоке объявил самой земляк из Лохвецы Кудин Василий Васильевич, который до войны жил по улице, которая идет на Яшнике возле Терещенка. В свои 50 лет он эвакуировался на восток и под Харьковым был мобилизован на окопы, а затем окружение и плен. Мы с ним познакомились, когда прибыло новое рабочее пополнение. Он начал ходить на работу в Седлец и попросил, чтобы я за буханку хлеба подыскал ему гимнастерку для продажи на свободе полякам. Мы с Новицким подыскали такую гимнастерку. Я замотал в нее небольшой кусок кирпича, обвязал веревкой, чтобы опрокинуть через изгоре. Сделать это можно было только вечером, когда Кудин придет с работы. Я знал, что приближаться к проволоке небезопасно, но решился. Выскочил из-за барака и бросил. Сорочка полетела по назначению, и я рванул назад и упал за барак. А сзади только пыльца вскакивала от автоматной очереди. Следовательно, смерть в этом лагере следовала за мной, Но в последний момент что-то спасало меня. И все время было какое-то внутреннее чувство, что я не погибну. А Кудин Василий Васильевич не вернулся из плена. Его с рабочей командой угнали на этап, и больше я его не видел. После войны я нашел в лохвице его семью и рассказал все, что о нем знал. Его пожилая жена и замужняя дочь очень сожалели о нем. Неудачно сложилась его судьба. И старик уже был, и в боях не участвовал, а за колючую проволоку попал. И, очевидно, в свои 50 лет не выдержал тяжелых испытаний фашистского плена. А ведь его в эвакуацию домашние не пускали, но он уехал. Такова его судьба. Субтитры создавал DimaTorzok